всем привет ребята с вами изумруд сегодня у нас выходит вторая серия в рубрики топовых позиций на картах сегодня у нас будет карта карелия я вам расскажу подробно о самых топовых позициях который выбирает рота шторм выбираю я как полевой командир и выбирает большинство топовых рот в абсолютном формате и на глобальной карте вот надеюсь вам понравится и так давайте приступать сперва я вам покажу позиции для лтш к кусты для лтш позиции засветов вот с первого респауна давайте приступим у нас 1 1 позиция точнее первый план засвета это это на лтшки с первого респа с начала боя мы едем мы едем светить заезд на горку с куста сейчас я вам все это покажу все все покажу индивидуально как это проходит вот именно в начале катки куда нужно ехать смотрим начале боя у нас едет лтшка вкус лтшка едет вкус смотрим нажимаем паузу занимает куста на квадратах h8 h8 вот и получается что она светит этот куст засвечивает квадраты засвечивает квадраты как лт как стэшки в начале боя заезжают заезжают получается в штаны на горку при этом не светится а светится на в самый последний момент час я вам покажу это все дело вот лтшки стэшки видим заезжают лтшка у нас уходит вот и они в самом момент в самый последний момент она засвечивается и стэшки очень мало шансов что попадут и вот и у вас получается есть информация по тому заезжает ли танки на горку или не заезжает танки на горку так ребят смотрим вторая позиция с первого респауна на карте карелия для лтшки тоже светить уже левый фланг но уже светить пассивно квадрат у нас получается и 0 и 0 отдаляем камеру чтобы вам было все видно все показано вот наверное даже вот так будет лучше сделать вот смотрим как у нас происходит вот куст лт встает вкус и светит вот квадрат кто выезжает с горки кто вот с этого рельефа играет получается обычно там играет 7 к это все светится то тут точно также если опять же говорить о тактике защиты если вы обороняетесь то вы стоите большинство вот на базе на базе на своей получается эта позиция светит как мы видим выкат с горки кто высовывает башню и кто светится с рельефа все это видится арта должна прокидывать плюс хочу показать еще одну момент если у вас стоят вот здесь танки то они вот эти все дела должны прокидывать также смотрим этот квадрат просвечивает этот куст точнее просвечивает кто едет вот здесь по полю поджимается под вашу базу но при этом вас уже видим что тут ник не куст не закрывает вас могут засветить и вам нужно будет убегать показываю значит такую же самую систему с теперь уже у нас происходит со второго респауна точно также как правильно сделать засвет правого фланга если он вам необходим вот вам командир приказал или дал командовую команду посвятить праву фланг и вы играете на лт ну или самим лтоводы кто смотрит вот значит у нас лтшка точно также едет за ним светить правый фланг сейчас все это покажу все детально покажу как происходит тут я даже сказал бы наверно поудобнее куст он такой по массивнее куст побольше вот меня даже тут не засвечивают видим что у нас лтшка встает в кусты по таймингу и засвечивается у нас закатка опять 907 на горку если там тяжели 907 все это смотрим все это дело светится все закаты все накаты закаты вот светятся и получается нас лтшка сразу же убегает при этом смотрим даже не светит нету лампочки не засвечивается то есть вкус дает дает преимущество какое встаешь вкус засвечиваешь накатку если она есть говоришь это все командиру вот и при этом еще нет инфы по тебе откуда ты светишь может быть ты где-то здесь ты сможет вот в этом кусту стоишь вот так вот такая позиция тоже всем советую интересный куст очень так ребят еще одна позиция со второго респауна хотелось бы показать вам вот эту позицию поближе сейчас подкачусь на свободной камере вот свободной камеры получается вот такая вот позиция вот здесь должен стоять или 7 или 907 по сути безради это танк который быстро кадышится и с хорошей с хорошим бронированием башни вот получится если в случае чего рашится рашится к вам на базу получит по миникарте вот со штанов противники едят вот сюда вы вжимаетесь на танки про него могут вообще их не забыть про вас или вы можете кучу урона дать так как они будут бортами ехать просто будут ехать на базу точно так же вы можете очень много времени выиграть для своей команды так как вас вы зажимаетесь а убить тут довольно таки будет сложно на вас могут на вас может противник потратить очень много времени и хп вот такая вот позиция и так теперь у нас куст чтобы светить со второго респауна светить центр вот куст у нас происходит на квадрате f5 вот мы видим встала встала тэшечка чтобы вам было видно вот стоит тэшка вкусы забирает это этот куст позволяет светить кто поджимается вот по этим кустам под вас точно так же дает информацию кто заезжает на горку только вот здесь вот здесь уже он не засветит так как мешает камень и также светит вот эти все болотные места если это так можно выразиться вот но при этом хочу заметить если вам нужно и вас командир там просит посвятить заезд на горку то вы просто берете берете и ребятки перекатывайтесь в правый куст и светите тут поле светите закат на горку вот это куст для того чтобы светить пассивно вот и вдруг вы играете на двер ты там или просто когда позиционки больше разыгрываете тоже хороший очень куст советую так еще один куст со второго респауна тоже для пассивного засвета пассивного засвета на карте карелия пассивного засвета центра вот видим куст вот этот куст видим что у нас сейчас вам покажу детально вот стоит моя л тэшечка сейчас снова вам отдалю хороший фон сделаю чтобы все видели детально получается чем этот камень с кустом я даже сказал бы что он более актуальнее чем предыдущий который я показывал вот он актуальнее чем и лучше тем что этот камень больше дает сейвов если вас вдруг каким-то образом заблайндят начекают или засветят вот во вторых этот куст может светить подкат вот здесь позиция очень важная и получится чтоб на нее проехать он светит верхушку вот эту за и светит вот этот заезд также светит все вот это вот эти поля которые могут и лтшки вражеские забирать вот точно так же его кстати говоря с горы очень сложно увидеть так как тут гряда кустов и о сама лтшка стоит вкус в кустах вот тоже очень очень хорошая позиция для засвета пассивного центра так друзья теперь переноси перенесемся мы на опять же первый респаун первый респаун на лтшки на лтшки представим ситуацию что вы забрали забрали час отдалю камеру что все вам было видно получается забрали у вас точнее вы контролируете весь все вот эти квадраты которые есть в игре которые есть болоте да вы убили к примеру всех лтшек вражеских и вам просто навсего дают заехать дают заехать вот видим лтшка стоит вы доезжаете в этот куст и нереально имбовище имбовейший куст который светит во первых все вот эти полки все вот эти полки это первое и самое главное светит все перекатки вот получится f e 1 квадраты вот это все светится вами и у вас есть вся информация которая требуется командиру в абсолютном формате точно также даже в рандоме и вот как бы советую тоже этот куст нереально актуален вот я применяю его постоянно и сам езжу когда на лтшки на гк или мои лт воды встают на пересвет еще один куст с первого респауна который стоит стоит уделить внимание вот стоит его использовать этот куст у нас стоит на квадратах cd5 cd54 где-то вот посередине этих квадратов вот видим стоит лтшечка моя в этом кусте значит что этот куст квадрат дает он светит опять же все подкаты которые идут к вам вот вот это все светит все кусты по которым двигают могут двигаться лтшки и самое главное этот куст светит как мы видим светит как мы видим закат по внешке если он идет на горку на горку видите совок засветился и сразу откатывает назад так как ему накинут сразу же арта накинет сразу же танки которые стоят получается вот в этих квадратах стоят и у них есть прямые прострелы по этому совочку тоже немаловажный куст вот для абсолютного формата так и конечно же я как как я могу забыть про вторую позицию с первого со второго респауна я показал две позиции для пассивного засвета центра также чуть не забыл вам показать вторую позицию одну показал получается на d5 вторую позицию показываю на е6 на е6 с первого респауна получается давайте чуть перенесемся в реальный бой если вы можете представить вот вы стоите где-то здесь в квадратах вам дает командир команду что вам надо подсветить центр занять какой-то пассив что вам нужно сделать ребят переносимся чуть в другой ракурс вам нужно приехать вот в этот кустик как стоит моя лтшка этот куст светит опять же все поражимы которые могут происходить вот в эти квадраты на горку закат по кустам и точно так же светит этот куст кто катается по горке кто-то может они могут дать о себе знать если вы стоите в этом кусту вот получается показал с первого респауна два пассивных куста с камешками и со второго респауна тоже два самых популярных самых актуальных куста с которых нужно делать первоначальные засветы вот которые дают максимальную информацию по ходу боя так едем дальше ребят показываю еще два куста два куста которые немаловажно занимать чуть-чуть углубимся получается 2 респаунт у нас это дэв в респаунт на глобальной карте вот особенно для глобальной карты он подойдет если вы защищаете свою провинцию и играете от дэв а этот куст эти два куста вам подойдут вообще на ура вот такие вот кусты давайте поподробнее них куст у нас вот вот этот кустик а он на квадрате у нас на c7 получается что этику этот куст дает нам он светит все поджимы которые точнее если поджимается вот сюда или вот сюда и лтэшка в эти квадраты под вас под камни то этот куст с этого куста лт может высвечивать все что вылезет здесь или будет поджиматься дальше точно также этот куст светит так этот куст светит плата светит плата кто рашит по плата вот и тут все поджимы если они есть имеются этот куст все просвечивает так друзья и на этом первая серия на карте карель подходит концу вот не забываем прожимать лайкосы вот и подписываться на канал оставлять свои комментарии как он зашелась 1 1 серия зашла вам не зашла вот оставляем свои отзывы комментарии я вам буду очень благодарен за это и будет интересно почитать 2 серия выйдет через пару деньков вот так же покажу вам позиции топовые для бас формата на карте карелия